Парк и чай Парк и чай Расцветает миндал Снятся твои золотистые косы Снится веселая звонка надаль Милый с тобою мы увидимся скоро Я замечтался над любимым письмом Пляшут метели полярных просторов Северный ветер поет за окном Парк и чай Голубеют фиалки Снега белее Черешин цветы Снится мне плавень весенний шарты Снится мне солнце и море и ты Парк и чай Парк и чай Парк и чай Парк и чай Распустают розы Парки чай Распустают розы Распустают розы Парк и чай Сотни тысяч ревности, встречи, расставаний. Уходит музыка, под которую влюблялись наши бабушки и дедушки, родители, а иногда и мы сами. За этой музыкой и песнями история целых поколений. Имя замечательного советского композитора Константина Яковлевича Листова ассоциируется прежде всего с двумя песнями, которые многие считают народными. Это Тачанка и Землянка. Но еще до этих поистине великих песен Константин Листов написал в парке Чаир, под которую-то как раз на городских танцплощадках и влюблялись до и после военные поколения. В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир рассветает миндаль. Снятся твои золотистые косы, Снится веселая звонкая даль. Милый с тобой мы увидимся скоро, Пляшут метели в полярных просторах, Северный ветер поет за окном. В парке Чаир голубеют пиалки, Снега белее черешен цветы. Снится мне пламень весенний и жаркий, Снится мне солнце и море, и ты. Сын циркачей Константин Листов появился на свет в 1900 году в Одессе. В пятилетнем возрасте он уже выходил на арену цирка в роли куплетиста. В 1918-м стал бойцом Красной Армии И воевал против белого генерала Каледина на Царицынском фронте. Много позже, в 1937 году, Листов пишет свою знаменитую тачанку на стихи Рудермана. Пишет ее мгновенно, буквально за несколько минут, Вспомнив один из эпизодов гражданской войны, Участником которой был. После контузии он возвращался в свою часть И увидел, как с поля боя на тачанке увозят пулеметчика, Всего из решеченного пулями. Кстати, под Каховкой в степи стоит монументальная скульптура тачанка, Дань памяти Ворошилову и Буденному. Но люди воспринимают ее, как памятник песни Константина Листова. Пулеметная птица 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 Писал музыку к спектакля Малого театра, Театра Советской Армии, Театра Корша. Очень переживал свои неудачи. 25 октября 1928 года сдал музыку в Театр Корша к спектаклю «Деловой человек». Это моя первая театральная вещь. В спектакле участвует блюменталь Тамарина, Кторов, Шатрова. 31 октября. Был на 1-й генеральный. Ужас, позор. Не знал, куда себя деть. Режиссер Сахновский назвал увертюру какафонии и сократили ее до 1 минуты. В общем, «Деловой человек» мой первый провал в театре. Настроение ужасное. Но все огорчения и невзгоды забывались, когда Константин Листов писал и думал о море, в которое он был влюблен с детства. Какое счастье море. Большой пароход, на котором я еду в Севастополь с семьей и труппой. Чайки вьются над нашим судном. Волны слегка волнуются. Бирюза и гребешки волн возрождают мою душу. Я с трубкой в зубах. Вдруг начинается любимый шторм. Пароход наклоняется совсем на бок, всех тошнит. А я у рояля. Красота. Свою любовь к морю и морякам Константин Листов выразит потом в одной из самых своих чудесных оперет, которую поставят все без исключения музыкальные театры Советского Союза. Севастопольский вальс. Севастопольский вальс. Севастопольский вальс. Золотые деньги. Мне светили в пути не раз. Ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс. Помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас? Золотые деньги. Севастопольский вальс. Золотые деньги. Севастопольский вальс. Севастопольский вальс. Помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас? Золотые деньги. Золотые деньги. Вернулись домой. Севастопольский вальс. Севастополь родной. Вновь, как прежде, каштаны в цвету. И опять я вожу вдоль бульвара. Севастопольский вальс. Золотые деньги мне светили в пути не раз Ваших глаз огоньки Севастополь, спивайся, помнят все моряки Разве можно забыть мне вас Золотые деньги Севастопольский вальс появился в 50-х годах, а перед этим была война И была песня «Землянка», о которой сам Константин Листов вспоминал, что десантники, овладевшие неприступным мысом под Новороссийском, при штурме кричали «Пой гармоника в юге назло!» Бьется в тесной печурке огонь На поленях смола, как слеза И поет мне в землянке гармон Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Ты сейчас далеко-далеко Между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Пой гармоника в юге назло Заплутавшее счастье зови Мне в холодной землянке тепло От моей негостимой любви Летом 1983 года после тяжелой операции Константин Яковлевич Листов приехал в Дом творчества композиторов Старую Рузу Он немного запоздал к обеду И появился, когда все уже сидели В столовой за своими столами Медленно вошел старый, красивый, элегантно одетый человек Улыбнулся И вдруг все люди стали вставать со своих мест И аплодировать этому замечательному Нежелавшему мириться со своей старостью и болезнями композитору Из дневника Константина Листова Май 1929 года Стихи пишу я плохо, а иногда скверно Верно? Вообще теперь не литература, а сплошной Чарльстон И не физкультура, а вальс Бастон Вообще только откроется рот во рту Фокстрот Парки-чаи распускаются росы Парки-чаи расцветают миндал Снятся твои золотистые косы Снится веселая звонка надаль Милый с тобою мы увидимся скоро Я замечтался над любимым письмом Пляшут метели полярных просторов Северный ветер поет за окном Парки-чаи голубеют фиалки Снега белее черешин цветы Снится мне плавень весенний жарды Снится мне солнце и море и туй Помню разлуку, так неясно и срывно В ночь голубую вдаль ушли корабли Разве-то буду твою я улыбку Разве-то буду я песни твои Парки-чаи распускаются росы Парки-чаи до сотни тысяч кустов Снятся твои золотистые косы Снится мне смерть твой весна и любовь Снятся твои золотистые косы Снятся твои бесконолы Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok